Продолжение следует... 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 Куда хочу, туда и иду. Где он? Вон он летает. Так, надо запомнить это место, потом как будет время сюда припереться. Логово Сальюна. Тут у нас шахты есть. Мне, честно говоря, уже настолько заколебало чистить эти шахты от этих драугров, что, пожалуй, мы обойдем стороной. В будущем навестим, естественно, если не забудем, конечно. Вы мне напомните в комментах как-нибудь. Мы сюда придем еще. Но сейчас мне охота больше как-то узнать, что же было дальше по сюжету. Темень полнейшая. Это хорошо. Вот я вижу. Движемся в темноте силуэт. С ним воюет еще какая-то нечисть. Маги, похоже. Пусть пинаются. А я потом душу впитаю. Вообще там не наши, кстати говоря. Да вроде нет. Нам еще речку надо пересечь. Там только наши будут. Да, дракон, конечно. Это зрелище величественное, особенно ночью. Как он медленно летает. Что-то это ненормально. Алло. Что-то странное какое-то. О, оживился. Так, все. Теперь наша работа. Тут игра у меня почему-то вылетела. Продолжаем примерно с того же места. Где я нахожусь вообще? Ну, довольно-таки недалеко от того места, где у нас все покрашилось. Но, в принципе, нормально. Нормально. Пусть они по-новому его постреляют. Хорошо. Не знаю. Иногда без причины совершенно оно вылетает. Это непонятно. Ух ты, прям как фонарик, да? Тут, конечно, еще сказывается именно на этой красоте, что ночью такое освещение козырное. Именно то, что у нас стоят улучшенная шейдерная обработка всего этого. Поэтому местами выглядит, ну, просто вообще офигительно. Так, не надо бить там наших горожан. Хорошо. Так. Блин. Я уж начинаю париться. Так, давай быстрее. Ну ты-то еще что? Это он так воспринял именно то, что... Я случайно его зацепил криком, что ли? Ладно, хрен с тобой. Вечно что-нибудь идет, не слава богу. Так, ладно. Блин, драконов что-то много в последнее время на меня нападает. У меня сейчас точно перегруз будет. Вот проблема, да, у людей. Хорошо, и теперь-таки двигаем дальше. С второй попытки может и получится. Так, ну. Да, он очень непроглядный, конечно. Ладно. Ладно, ладно. А вот и речка, кстати говоря. Так что вполне возможно, что это все-таки нашего отмах шли. Честно говоря, даже не знаю. Давайте-ка мы вот что-то переправимся. Я сберен, а ты? Дельфина? Понятно. Я уж испугался, что это хоть не наш. Маги. Так, ладно, вы разбираетесь. Ко мне сейчас похоже отсюда по намеку, да? Куда я попал вообще? Блин, вечно все, не слава богу. Ой, ты же дельфина, бляха-муха. Не признал, прости, в темноте. Так, отсюда я залезу, нет? Это опять дельфина, что ли? Какая... Ты что ж такое? Я в темноте ничего не вижу, как... Блин. Кто шарашит? Ты не доживешь назад. А ты кто? Ха-ха. Вы видите, в чем она где-то, да? Ладно, давайте, добивайте ее. Офигеть. Ха-ха-ха. Цирк клоуна, елки-палки. Что происходит? Так, кровавый венец это. Грибы у нас. Понятно, какие-то, блин, язычники же. Тут. Блин, а вы навоюетесь? Нет, сегодня. Чего такие кровожадные? Ну, пойду, пока он там убью. Вот его, пока он. Факт. Так. Беги-беги. Надеюсь, тебя добьют мои товарищи. Смотри, да? Странная вещь, надо сказать. Ну, я возьму для коллекции. Топор еще хуже. Нет, это такое мне не нужно. Дикари какие-то. Так, ну и что, вы за ним погнали, что ли? Я не пойму. Ой. Ой. Это же ворожея. Она тут что-то сделает. Так, один ты остался. Обалдеть. Короче говоря, я думаю, нам нужно переночевать до утра, потому что тут нифига не видно. Вроде как мы всех вырезали. Смотри, великана заточили, да? Молодцы. Ладно, где у вас тут какое-нибудь лежбище? Я не знаю. Кроватка там, что-нибудь такое. Сундук, золото. Смарик, неплохие вещи. Они, кстати, тут лежат. Подожди. Вот это надо взять. Так, ну и где-то у нас там был факел. Раз я не вижу кровати, то хотя бы так. Подожди, аж факел брал вроде. Странно. Может он в разном. Да. Освещает, конечно, все. Просто вообще никак. Так, ладно. Надо найти хоть какое-то место, где поспать. Еще враг тут, оказывается. Добей, добей. Блин, да как так. Не понял. Что-то бред какой-то. Ладно, короче, факел не рулит. Зато магический свет более-менее. Блин, как далеко я сохранялся. Обалдеть. Серия какая-то, блин, простойная. Так, ну давайте-ка тогда мы сразу, что ли, двинем в Картспайр. Мимо них пробежим. Не будем с ними воевать. Просто тупо не тратить на них время. По идее-то я их всех убью без особых проблем, как вы видели. Хотя бы, конечно, мне тупо воткнули. Да ладно. Не стоило, так не стоило. Какие проблемы? Так, все, пойдем. Так, вот тут берем два своих меча и погнали. Устроим крылатую мясорубку. Естественно, если кто-нибудь полезет к нам навстречу. Хорошо. Хорошо. Блин, а че стою на месте? А, меня опять заморозили как-то. Скотина. Блин, да шо ж ты... Как же меня разморозит-то? Твою мать. Начало 3, а потом весь... Да. Короче говоря, я вырезал это сучье племя, чтобы вас не отвлекать. Тупо за кадром устроил им кровавую баню. И теперь, я думаю, нам можно двигаться сюда, куда мы, собственно, и хотели. Изначально идти, не отвлекаясь на этих дегенератов. Которые, честно говоря, меня уже просто разозлили. Два раза подряд меня убить, при том, что намного слабее меня. Это, по-моему, скотство. Вот эта вот тварь, кстати говоря, меня и убивала. И теперь они все умерли, и я счастлив. Так, ну и заходим, куда нам нужно было идти. Так, куда нам нужно было идти? Куда-то сюда. Хорошо. Сейчас разберемся, что там дальше. Вообще серия какая-то целиком состоит из загрузок, вылетов, гибелей. Какая-то неудачная серия получилась. Ну да ладно. Ничего. После такого количества хороших серий, в принципе, я думаю, это простительно. Я думаю, осталось, что тут можно не разговаривать, да? Судя по тому, что тут целых два громоздеки пришли. Хорошо. Ну иди, типа, найтись, что ли. Я думаю, наши ребятки сейчас доиграются, и потом придется, как обычно, мне все это расхлебать. Расхлебывать. Так, ладно. Прятаться они не желают. Нужно опустить этот мост. Наверняка тут как-то используются эти колонны. Это вот, да? Подожди, нужно подобрать комбинацию. Так. Тут все в паутине. Нам нужно именно туда. Смотри, какой. Тулощем порвал ее просто. А, то есть, мне нужно все решить, как обычно, да? Так, ну... Мне вон туда, что ли, нужно? Так, я думаю, будет нечестно. Зато действенно. Хорошо, как мне... Ой, ой, понял, понял, понял. Как мне все это отключить? А, вот. Все. Да ладно, успокойся. Скорее всего, тут нужно было как-то по знаку Довакина чисто идти. Вот, типа, вот так вот. Ну, зачем? Если можно обмануть игру. Так, смотри, какая красота, да? Офигенно. Великолепно. Какая сохранность. Так, камень-душ мне не нужен. И бонитовые перчатки. Красивые, но весят, блин, тяжелая броня. Вот хорошо стоит. Так, ну что это такое? Сейчас мы вы мне объясните, надеюсь. На, на, смо. Так, мне что, свою кровь надо пролить, что ли? Хорошо. Отлично. Даже не представляю, что он найдет внутри. Как и обычная, драугров, пыль, грязь, говно. Пора привыкнуть. Так, я слышу... Это не корусы там. Ой, темень какая. Да, масштабно. Вы что застряли-то, ребят? Барельефты? А я не смотрю даже. Ну, какие-то они... Не знаю. Видно, как агровирские ящики начали перенимать более плавный нордский стиль. Мы ищем стену Алдуина? Да, Эсборн? Да, ты что, застрял? Надеюсь, потом у нас еще будет время осмотреться. Давайте пойдем дальше. Кстати говоря, вот этот магический свет в руке, он действует даже лучше, чем факел. Он, по крайней мере, освещает все вокруг себя. То есть, не просто отстрелив его куда-нибудь, а когда в руке его держишь, он как бы... Или нет? Нет, он вообще ничего не освещает. Вот так освещает. Ошибся. Вот она, стена Алдуина. Как хорошо сохранились. Прекрасный образчик агровирских бариетов. Начало второй репорт. Эсборн, нам нужна информация, а не лекции по истории. Да, да. Давайте-ка посмотрим. Красиво. Смотри, это Алдуин. На этой панели показано начало времен, когда Алдуин и культ дракона правили скорее. А вот люди восстали против своих хозяев драконов. Дегентарная война драконов. Центральный сюжет стены, победа над Алдуином. Видишь? Вот он падает с неба. Нордские языки, мастера голоса, и стали против него. А как они его победили, показано? Разве мы не за этим пришли? Терпение, солнце мое. Агровирцы никогда не отличались прямотой. Тут сплошные аллегории, мистические символы. Да, да, вот эти завитки, которые идут изо ртов героев Нордов, так агровирцы обозначали крик. Но... Как же узнать, что это за крик? Скорее всего, нечто особенное, тесно связанное с драконами и с ним Алдуином. То есть, они победили Алдуина при помощи крика? Это точно? Несомненно. Они бы не стали так выделять крик, если бы он не был вашим. Вспомни, эта стена создавалась специально для будущих клинков. Здесь нет ничего случайного. Значит, нужно искать крик. Проклятье. Тебе доводилось слышать про такие вещи? Про крик, которым можно сбить дракона с неба? Вот, наконец-то. Вот об этом я мечтаю. Возможно, светобородые знают. Может, и знают. Я не хотела их в это вовлекать, но, кажется, у нас нет другого выбора. Я спрошу Орнгейра, знает ли он, какой крик они использовали. Да уж. Хорошо, что они тебя уже приняли в свою секточку. Вряд ли они помогли бы мне или Эсборну, если бы мы попросили. Мы осмотрим храм Небесной Гавани и поглядим, что еще нам оставили древние клинки. Даже я не могла представить тебе более надежного укрытия. Да хранит тебя Талос. Смотри, на третьей панели. Пророчество, которое привело Аковерцев в Добре. Они искали до Ваги. Это Аковерцы. Клинки. Видишь их особые мечи? Вот они приклонили колени, исполнив свою миссию. А последний из дракона Рожденного сражается с Салтуином в конце времени. Смотри внимательно, дельфина. Возможно, мы и о себе что-то узнаем. Так, ну судя по всему, на этом мне нужно покинуть данную локацию и направляться к Седобородам. Вот у нас выход. Кругом очень темно. Да, это выход поскорее. Да, интересно поворачиваться сюжет. Ничего не скажешь. Так, где это мы оказались? Ну ладно, что нам разбираться-то. Я думаю, на этом мы, в принципе, завершим эту серию. К Седобородам отправимся в следующий. Как получим этот крик, я думаю, мы прекратим с дальнейшим продвижением по сюжетной линии. Ударимся в побочные квесты, но пока что мы идем по основной сюжетке. Надеюсь, вам все нравится. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.